Сохранить, не потревожив, воссоздать, не навредив. Памятники архитектуры Я ехала мимо, так как недалеко я здесь живу, и вот просто повернула голову, и он мне сказал этот домик «Привет!» И все, и вот вы знаете, как пробило, вот все. И я стала заниматься, мне сначала говорили, что вряд ли получится с покупкой этого дома, потому что это выявленный объект, наверняка обременен какими-то судебными. Но оказалось, что хозяева были, московская фирма перекупила, и они сошлись в цене, и они мне продали этот дом. Купить дом – полк дела. Немало времени заняла работа по оформлению многочисленных документов. Особняк Витова является памятником архитектуры, выполненным в стиле классицизм. Он был построен в 1826 году. Это одно из первых зданий, которое было построено на Дмитровской слободе, вот здесь, вдоль улицы Рапфаковской. И, конечно, оно представляет собой очень качественно исполненный памятник эпохи классицизма. То есть это не подделка под классицизм, а это настоящий классицизм. Здесь мы можем видеть четкое решение фасада, симметричное, что характерно для классицизма, очень изящные пропорции. Раньше это место ивановцы предпочитали обходить стороной. Густые заросли таили в себе опасность. Люди без определенного места жительства обитали здесь несколько лет подряд. Теперь территория огорожена, лишняя растительность вырублена, вывезен мусор, ведутся демонтажные работы сгнивших конструкций. Только на уборку накопившегося хлама ушел почти миллион рублей. Было очень страшно. Это было просто страшно. Я приходила и думала, наверное, мне будут разбирать, наверное, год. Но вы понимаете, ребята такие хорошие попались. Они мне за месяц, ну это уже остатки, да, вывезено, я не знаю сколько там. Внешний вид здания говорит о его непростой судьбе. До революции у этого дома не раз менялись хозяева. Последним полноправным владельцем был фабрикант Александр Витов. Но после революции он уехал из Иваново. И здание осталось без должного ухода. В доме разместили школу. В предпоследний период там была швейная мастерская военного ведомства, которые ее в конце концов бросили. Но произвол судьбы и дом стал убежищем бомжей и наркоманов. Реставрацией памятника архитектуры занялись опытные специалисты, на счету которых несколько восстановленных исторических зданий в Иванове. Наша организация занимается реставрационными работами с 2009 года. Мы реставрировали такие объекты, как здание Ивановского и Ленинского суда, здание расположено на Пушкино, дом 9. До наступления холодов реставрационной бригаде нужно успеть укрепить фундамент, сделать крышу, вставить окна. Восстановлением декоративных элементов дома займутся только после этих первоочередных работ. Очень сильно повреждена эта лепнина, которая находится на фасадах здания. И утрачена была в 90-х годах лепнина на дворовом фасаде, на боковых фасадах большое количество утрат есть. Но все это будет приводиться в норму, то есть восстанавливаться. И здание будет снова находиться в том же самом хорошем состоянии, что было раньше. Во время реставрации здания планируется воссоздать его первоначальный облик, вплоть до мельчайших элементов внутреннего убранства. За ходом работ будет строго следить Департамент культуры, чтобы не допустить отступления от проектно-сметной документации. По мнению экспертов, самое главное при реставрации – внимательный подход к каждой детали, из которых, как из частиц пазла, складывается неповторимый облик объекта культурного наследия.